МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В принципе, можно сочетать, я буду без микрофона. Я не являюсь каким-то суперпрофессионалом, сразу скажу, не являюсь представителем какой-то лучшей краски. Я один из любителей, один из автоматизаторов, который, в принципе, к этому не дешел. Как? Я расскажу чуть-чуть попозже. Автоматизация домашних вещей легко, быстро и неодержно. Я к этому пришел очень просто. Где-то 6-7 назад у меня стояла дилемма, либо лезть, покупать квартиру и построить дом. Очень многих этот вопрос откукивает сразу, потому что дом является нечто таким сложным, как в строительстве, в проектировании, так и в предстоящем обслуживании. Но, с моей точки зрения, любая сложность, наоборот, закрепляет, в принципе, в жизни дает, как и в год дает. И это очень здорово, потому что приобретая новое знание, человек как-то совершенствуется. Я решил строить дом и уже на момент проектирования решил заложить какие-то основы и применить какую-то автоматизацию в своем будущем доме, потому что понимал, что я там буду в кости уложиться, так как дом все-таки занимает большую часть вашего времени в обслуживании газон и огород режиме, и в обслуживании. Вот, поэтому уже на моменте проектирования я понимал, что мне надо делать. Я воспользовался знаменитым поископом Google и начал искать информацию, что можно автоматизировать в доме и какие это будут технологии. Это был где-то год, наверное, в 10-м, если я не ошибаюсь. Где-то в 10-м году, в 10-11 год. Естественно, что было в 10-м и 11-м году? Да практически ничего. Космические суммы, какие-то устройства, если сравнивать с сейчас, то это было невызимое. Я напоролся на несколько беспровадных технологий, которые строили космические теми, и напоролся на несколько проводных систем. Заложил в эту пару по всему дому. Если кто знает, ремнил в ламбару, закупил USB ключ, несколько устройств и начал делать плаку, начал понять это все дело, что-то получалось, что-то нет. И так шли годы. Я, естественно, год за годом понимал, что технологии не стоят на месте, и с каждым годом прибывало все больше и больше новых устройств, протоколов, появлялось больше информации. Это все было, вообще-то, сколько оно есть. В общем доступе очень легко можно было получить информацию, чтобы что-то организировать и сделать. Ну и в принципе любой опыт начинается с поиска какой-либо информации. Чтобы получить опыт в какой-то сфере, вам нужно пройти теоретический курс. То есть для начала можно найти какую-то информацию. И поиск информации в принципе где нас учатся? Ну в университете, в школе это понятно. Университет. Мне на первой лекции сказали, что вас в университете ничего не научат. Это было партнольский гуменера, 2003 год. И нам сказали, что вас ничего не научат. Вас учат в поиску правильную информацию. Это в принципе немножко было слышно, но получилось так. В университете человек учится сам. Учатся сам в поиске правильной информации, правильно ее применять, защищать, дальше писать программы, придумывать какие-то изобретения и так далее. Естественно, 2003-2008 год, это как нам и мне очень хорошо помогло, была гонка технологий. И в этой гонке технологии очень много чего нового интересного появлялось. Значит, уже в процессе вот этих вот лет, 2003-2008 год начала всплывать концепция IoT, интернет вещей. Конечно, история IoT, она, в принципе, возникает с 1990-1999 года, но физическое применение этого протокола, концепции, парашют химии, она только начала вот где-то в 4-й, 8-й, 2004-2008 год. В 1999 году это зародилось как концепция. Концепция устройств, которые, значит, у нас подключили устройства вообще IoT. Это устройства, которые могут общаться между собой, либо общаться, ну, человек может с ними общаться через интернет, и при этом эти устройства должны обладать какими-то технологиями общения как между собой, так и с человеком. Естественно, в 1999 году какие-то технологии были изобретены, там, например, протокол IoT, если кто знает. Но они не были использованы в той мере, в которой должны. То есть не было публичного, скажем так, распространения, потому что это был в 92-й год. Это было как бы не до этого. А в 2004 году, значит, в 2008 году, а, 6-й вопрос, значит, Соединенные Штаты Америки уже увидели в I2T, в W2G, в концепции, и посчитали уже как шестая угроза национальной безопасности. Почему? Ну, если кто-то, если кто-то из вас постоянно читает интернет с хештегом IoT, то это был месяц назад, я подробностей не знаю, когда группа хайкеров спровоцировали массовую атаку IoT-устройств, которые, по сути, обманулись. Деталей не знаю, но, в общем, точка, в принципе, такой, что были использованы IoT-устройства, и произошла атака на, допустим, определенный доменник, не важно, другие сети вычислительные. Поэтому уже в 2002 году США уже понимал, что это уже как одна из угрозных пенсаций. Ну, терминатор, в принципе, все из этого вытикает. В 2008 году количество IoT-устройств уже превысило, подключено к интернету, а уже превысило население планеты. То есть посмотрите, как технология развивается. В 2008 году они только концепты писали, а в России уже превысило количество населения этих IoT-устройств разного рода, подключенных к интернету. А вообще, для чего это все, это в принципе, потому что, можно сказать, лень в лень, это как двигатель прогресса, что ли. И эта лень, она, лень, прогресс, создание новый кусок роста, это все близко и вытекает в определенную автоматизацию. Ну, это как я понимаю, да. У каждого свое мнение, у каждого имеет право его высадить. Автоматизация это может быть как дома, так и на работе. И что такое вообще автоматизация? Мы берем какое-то устройство, либо несколько групп устройств, и пытаемся произвести какие-то определенные действия, которые будут выполняться дальше без участия человека. То есть по какой-то программе, по каким-то сценариям, либо при каких-то триггерах событий. Естественно, каждый человек, вот сидя здесь, читая вот эти вот прекрасные презентации, вот видя какие-то наборы, думает, а что это вообще, что это все ему дает? То есть, если можем там про какую-то энергетику говорить, о практических применениях, у каждого человека сразу возникает вопрос, как это коснется меня, как это практически может мне, как я буду практически это применить. Дальше я вам покажу, расскажу. Значит, автоматизация здесь ничего не сложного. По сути, элементарные вещи, как уже говорили нам до этого на всех презентациях. Это легко, это просто, вот, это вот кнопочек, это пример набора выключателя, это шутка. Автоматизация, это, в принципе, быстро и дешево. Вот я вот сейчас передам такую штучку, чип. Вы просто передайте, вот так по кругу передавайте всем. До конца презентации, думаю, до лет назад. А я потом объясню, что это такое. Вы просто передавайте, на мой взгляд, пощупайте, и передавайте сразу. Значит, автоматизация, это быстро и дешево. Если в 2003 году, это автоматизация, ну, чтобы что-то сделать, включить свет и получить датчик движения, там, сигнал датчика движения, это стоило очень небольших денег. Технологии, если время, там, устройство, там, 50-100 долларов за устройство. И, в итоге, там, даже на другом, в связи с элементарной автоматизацией, это очень дорого. Сейчас это все... Вот, кстати, вот этот чип, который идет. Это есть 38266. Это, как, один из примеров того, что, конкретно, может, с помощью чего можно уже авторитизировать. Это Wi-Fi чип. Он, кстати, там, может, потеряется даже, потому что он настолько маленький, и на борту либо есть Wi-Fi, значит, Wi-Fi модуль. Да, можно использовать его как автономное устройство, прицепить аккумулятор, и он вам весят и показали температуру снимать. Так как это одна из проблем в аккумуляторах, о которых мы подумаем говорить. Но основное его предназначение, это управлять с помощью этого модуля, можно управлять различными нагрузками, можно управлять... Ну, в принципе, два нагрузка, это двигатель, замки, не важно, что автополив. Вот это с помощью вот этой штуки можно все управлять. И посмотрите так, стоит 1,98 доллара. 1,98 доллара. Вот это чем стоит? Понятно, где его можно купить. О чем это все? О том, что сейчас уже технологии настолько разные, братья-китайцы настолько быстро все делают, что готовый модуль можно перенять на структуратизацию, и любой человек может купить на Алиэкспрессе этот модуль за 2 доллара, по несложным там урокам в интернете увидеть, как занять паршивку. Кстати, 4 марта будет курс. Немного и вам. 4 марта будет курс, практический курс, это в следующую субботу. Мы с помощью, мы с помощью, мы с помощью 266, будем прожигать его, заливать код, программировать и что-нибудь делать. Много интересных примеров. Вот. То есть, очень много различных вариантов уже готовых. Не надо ничего боять, хотя, понятно, надо понимать, что есть специфические вещи, которые без дополнения своих плат, без этого никак. Но процентов 8 это можно своих всех возможностей, точнее потребностей, покрыть с помощью готовых модулей, которые есть на Алиэкспрессе. А унитизация это надежно. Здесь можно сходить очень долго. Я думаю, что 50% из вас сразу скажет, что тут можно долго не рассказывать, что современные IoT устройства, они с одной стороны также побежены множественным атаками, как с другой стороны защищены кучей новых сертификатов, там, защиты, сертификаты, вай-фай, фаерволы. То есть, бояться нечего. У меня, например, дом, 10 км отсюда, стоит, кстати, новая система, на ребята. У меня нет ни одного механического включателя в доме, потому что я, в принципе, не отказался. Да, у меня стоят сенсорные, и это, в принципе, у всех сразу гости. «А как вообще-то? А вдруг света не будет? Если света нет, так ничего не работает, правильно? И вам чего не включить?» «А как у тебя эти же включатели? Они же на батарейках батарейки сдают. Я говорю, трипода уже клипы, они до сих пор не будут съесть. Вот. Я вам говорю, а зато у меня есть включатель, и я с дочкой, с женой не спорю, где его ставить, туда тянуть провода. Да, я, в принципе, ну, правда, даже только включатель, я просто поставил там, где в линдору. Дальше, так как там в NoLite есть USB-адаптер, естественно, я это всё дело воткнул в свой домашний сервис небольшой, такой старый корчик, вот, и управляю освещением. Я до сих пор не боюсь, что меня кто-то будет ломать. Почему-то, потому что никому нет выгоды в этом, то, чтобы взламывать, надо это чётко понимать. Чтобы взламывать, за этим должна быть какая-то экономическая обоснованность. То есть, если я взломаю, я получу какие-то деньги, и я получу какую-то выгоду, а с этого выгоды никакой. Это нужно просидеть, допустим, у вас система есть, чтобы её, если радио какие-то частотные каналы с них отсидеть, то есть, каналы по воздуху, команды пролетают, да, и необходимо их улавливать. Для этого можно специальное оборудование, которое стоит обычными потребителями просто-напросто ну, зачем покупать, там, Саша, за мной ещё, чтобы там свет, словить канал, продать ему свет, да? да, не богат. А на какое число филословодов? Что? На какое число филословодов? А, они сейчас на 430, там, как-то, а потом, нет, уже 2 минуты, а я читать и остаюсь. Вот, то есть, как вы понимаете, вся моя система находится за Wi-Fi, то есть, чтобы там получить доступ к моей сети, нужно взломать Wi-Fi, нужно перебрать пароли, это нужно будет сидеть, ну, возможно, конечно, но, долг это никакого не даст. Да, как-то плохо так все будет. Значит, примеры. Это я от надежности пришёл как примером по своей жизни. Я считаю, как больше практик, теория – это хорошо, но зачем эта теория без практики? это практическое применение обязательно. Ну, одно из практических применений – это DSM-826 с автопорой. Управление воротами я сейчас покажу, в реальном режиме, через 5 часы, даже сейчас мы перейдем к камере, попрошу так нажать. Вот, это сейчас идёт демонстрация того, как с телефона я, например, открываю гаражные ворота и откатываю ворота. Резонный вопрос, когда набегает всё вообще. Ответ очень простой. Я забыл ключи, то есть я вообще забыл, что такое ключи, но они у меня лежат на надежности. Но я просто про них не думаю каждого утра, с жесткими графиками выезда, потому что мне нужно дочку завезти в школу, самому успеть на работу. Вот. Друзья, ко мне часто приезжают друзья, и просто не открывают доступ, то есть как шаркатные ворота, так и гаражные ворота. То есть я им доверяю, а они ко мне приезжают. Дальше пример. Ну вот давайте ещё автополит. Один из примеров это автополит. Значит, газон, понятное дело, на участке большой. Вы можете сказать, что эта тема меня не касается. Окей, это может быть не газон, это может быть цветы. Вы можете, конечно, спорить и говорить, что я оставлю своему соседу, теську, схватываю, брату, выключил, польёт эти цветы. Вы можете так рассуждать. А можете быть, как говорится, впереди прогресса, применяя какие-то современные технологии, сделать, например, автополит ваших цветов. Автокормушку там для ваших рыбок. Хотя да, есть, согласен, есть автокормушки исполнение уже готово. Они проверены, тестированы. Это не вопрос. Все уже пощупали, а? Ну и все. Как вы не слышали? Слышали. Ну так, как вы представляете? Вот. Ну, давайте сейчас входим вот так, на камеру перейдём. я поделал себе чести крему. То есть, я не такой фанат, для того, чтобы зашиваться. Я просто вижу вещи, которые мне приятно сделать, автоматизировать. Они применяются. Вот. Сейчас, здесь просто интернет плоховато. Средняя камера не видна. Вот. это первая, вторая, третья камера сейчас в гараже. Вот. Давайте попробуем сейчас гараж открытись, у нас электроник позволит. О! Видите? То есть, что я сделал? У меня есть Google часы. Они связываются с телефоном. Видите, я даже телефон не доставал. Мне удобно. Удобно, когда я дома, хожу вокруг участка, я даже телефон, у меня дома лежит, я ничего не делаю. У меня есть... у меня дома жара с тобой. Хороший шаг. Вот. Чем... Закрывать? Нам повезло. Мне повезло. Значит. То есть, здесь, еще такая речь, как... Ну, вы видите, что в микро все сидят, да, с телефонами этими, и постоянно, вот, человек с телефоном после рук, там, в штанах, в кармане, в руках. Это уже такой пикуз, который, ну, мне, например, уже мешает. Лично мне мешает, я не люблю, чтобы у меня были руки сильно заняты. И поэтому я путем в Apple, жаль, что Fitbit как бы выникли часы в Apple. Ну, они классно сделали фишку, не обладая какими-то супернавыками инсталляции программного обеспечения, вы можете зайти в Cloud Pack прямо по сайту написать программу залить часы сразу же. И все, и отлично, и связать часы с вашей системой. Это очень удобно, это очень просто. Например, сейчас попробую оборот открыть сигналы через GSM канал, через интернет просто плохой, и сигнал очень тяжело готовить. так, значит, например, у нас оборот руки, сейчас их закроем, продолжим дальше. То есть, не обязательно, чтобы у вас был дом, это просто у меня более действие, более, более широко, я могу извращаться от ворот таких, вот таких, до автополива, там, уличного освещения. ну, например, когда вы что-то делаете, все, можно возвращаться на презентацию, там уже никто не принесет. Спасибо. Когда вы что-то изобретаете, ведь это же не просто так, что вы следуете какому-то тренгу, вы что-то прогрессируете или бояете, у вас повышается самообразование, у вас работает голова, это, в принципе, очень полезная вещь, когда у вас идет болезнь мысли, и появляются мысли, она там альтап, где-то должна быть, презентация, в браузер закрепить, да? Нет, она в браузер презентации. Она в браузер, она прямо с угла подтягивается. по истории он про ваш какую-то может быть спросили от тебя? в браузер, в браузер, в браузер. в браузер, в браузер, в браузер. в браузер. Спасибо. И вот все вот эти мысли, проекты, они все приходят к тому, что возникает новый проект. Они очень интересные и сейчас поясню. Интересные и практичные. Например, у меня в каждом тернике будет мусор, мусоровоз. И все люди привыкли выкатывать эти мусорные в баке. Вот. А я просто поставил такую точку и у меня значит точка и эта точка стоит просто на улице. Сейчас минус. Мне комфортно, но когда будет лето, температура будет повышаться и мусор начнет вонять. Да, можно конечно с гаража выкатывать, но это просто. Мы просто предприятий не ищем. Нужно что-нибудь интересное. Поэтому это я уже подкрою после того, как я пришла такая мысль, я видел проекты в Швейцарии, в Швеции, в европейских городах. Даже у нас есть одна мусорка такая в миске, которая располагается в баке под землей. И в определенный момент они просто поднимаются и извлекаются. Здесь немного попроще все. Но единственное, что в том случае нужно предусматривать механизм подъема. Этот механизм подъема можно реализовать с помощью ребенка. И это уже не дешево будет это сказано. Это не дешево, это где-то бюджет проекта это 200 долларов, я считал. Да, приблизительно. То есть это 200 долларов и должен уложиться. Мусорка мы проходим все время под землей. когда мне надо на втором или, например, утром она будет подниматься автоматически и спать земли. И можно будет даже сделать кнопочку такую маленькую. Кто-то, кто будет приезжать мусором, он прямо на ней будет нажимать, нам будет говорить спасибо. И мусор как бы не приезжать со мной. В общем, проблемы. В любом деле есть свои проблемы и специфика. Эти проблемы все стараются решать. Проблемы интернет вещей их очень много на самом деле. Очень много. И начинается все с того, что очень огромное количество разнообразных устройств. огромное количество протоколов. Программное обеспечение стоимость. Стоимость я говорю сейчас не ради компоненты, а про конечный готовый комплект. Даже той же системы NoLite. Я уже не раз говорил, что стоимость более-менее для рынка в Европе нормальная, но для Беларуси можно было еще чуть-чуть снизить. просто супер снизить. К тому же к этим всем системам автоматизации добавляется еще постоянные танцы с трудами. Чтобы что-то настроить, чтобы что-то слепить, чтобы это все заработало, нужно затратить очень много времени и быть технически контролем. Простой обыватель, который хочет подключить простые устройства, например, сделать Wi-Fi розетку подключить системе, управлять розеткой либо освещением, ему нужно вызывать технических специалистов. и это не очень замечательно. Возвращаясь к проблеме протоколов, их огромное количество. Есть беспроводные, какие-то применяются в промышленности, там требуются, например, только проводные и в плане безопасности, и в плане надежности. Где-то применяются в системах домашних, как принято красиво называть умный дом, хотя я считаю, что умных домов нет, нет интеллекта, поэтому умных домов нет. Есть автоматизированные процессы, автоматизированные дома, но нет коротких домов. И вот протокол, например, MUTT, если взять его, как сделать 90 тоже где-то в начале 2000-х сделан. крутой протокол быстрые, легкие, суперские по принципу каналов, то есть есть publishing, есть subscribe, подписываются значит устройства подписываются эти каналы и одно устройство либо человек может поставить сразу множественным устройством определенной команды. И вот на примере этого протокола он классный суперский заходишь на Android заходишь на Windows там вообще ничего нет программ не то чтобы можно было классно управлять использовать дома. Заходишь на Android там есть программа уже намного лучше как он на iOS там вообще просто конь не валялся. И поэтому компания которая работает XAM мы с командой таких же как я автоматизаторов решили заняться этой проблемой точнее решением где-то в апреле мы выпустим приложение уже в апреле не через год или через год а уже в апреле мы выпустим и покроем Windows Phone Android iOS приложение которое будет доступно бесплатным будет платным с дополнительным но бесплатным мы не будем ограничивать людей они смогут спокойно добавлять управлять своими устройствами легко просто и это будет замечательно все у меня все спасибо большое может мы тут буквально слезем в один вопрос нет давайте тема горячая я думаю что темы можно на мастер-классе обсудить можно если можно подводить все спасибо у меня вопрос личного характера вы передали ESP8266 здесь вы посмотрели все замечательно устойства замечательные споря нет но мне кажется лично ваше мнение что китайцы используют нас в виде бета-тестеров они выпустили сред потом выпускают следующую а потом устройство с нашими прошивками продают с согласен более забавно они даже видят что мы делаем если вы знаете IP-камеры 15-20 долларов которые стоят это возвращаясь к теме безопасности они по дефолту уже транслируют видео на сторонние все китайские все и в принципе да я принимаю что я бета-тестер но та же ESP8266 у нее есть русское сообщество американское эти ребята запиливают прошивки это в принципе реализовано сейчас за 1,98 отлично это работает хорошо и я понимаю что я бета-тестер у меня дом это сплошной полигон испытаний я в этом варюсь я принимаю что это нормально потому что без тестирования народного не будет конечных финальных устройств которые будут отлично работать а в принципе как бы это нормально у меня самого просто дачу на народном мониторе та же цена ну хорошо спасибо большое нет еще надо не ну так по тропу вот пожалуйста на каких конкретных вас в одну разную платформах работают ваши двайцы я имею в виду за вопрос или админа ну то есть сколько вообще и если у вас какое-то интегрированное место всем этим управляете сколько это админа где вы это совпад контролируете значит первая часть вопроса что применять сейчас стоит корич железный но он по сути как как он просто перебрасывает сообщения из интернета на локальное устройство но сейчас я перестраиваю как я уже говорил у меня полигон испытаний нет стабильной системы которая постоянно работает есть какие-то определенные которые работают я сейчас перехожу на ESP8266 сейчас еще знаю Омега-2 или Омега-5 какой-то вообще там погуглите там просто маленький такой мини-PC он уже просто здоровски они выпускают 5 долларов 2-5 долларов Омега 2 или 5 вот и я перехожу на децентрализованную систему потому что использовать дома Chrome Hub это в принципе затраты во-первых это кочегарит ну я поставлю аркбейна там для каких-то мелких своих внутренних потребностей но в принципе иду к тому что децентрализация системы и все эти ESP они просто через облака через паблик закрытые брокеры будут общаться то есть я подключаюсь к облаку и это облак уже рассылает данные по ESP 8266 все то есть я иду к тому что децентрализация выбирают дома какие-либо хабы потому что это уже 30 лет это уже идет тенденция к тому что все эти домашние сервера они просто будут обраны потому что мир катится к вычислительным облакам и это очень-очень вы посмотрите как это развивается везде клауд клауд да предоставляет возможности как вычислительные так и различные сервисы а кубок платформы еще используют сейчас я не использую я же сказал что у меня сейчас да еще пока а вообще мы собираемся сделать паблик mptd mptd будет предоставлен клауд сервер как для закрытой для каждого пользователя чтобы он смог связываться со своим домом а mptd протокол тем хорош что вам не надо беспокоиться переброс портов на роутере вам вы просто подключаете свои ESP например IoT устройства к брокеру который в интернете и к нему подключаясь вы уже с ним общаетесь то есть вам не надо думать что перебрасывать какие-то порты для веб-камер для внешнего мира и мы собираемся сделать так чтобы сразу в приложении был паблик закрытый mptd сервер плюс гостика который скачает приложение он сможет сразу зайдя в программу уже мы на офисе стенд собираем он не просто там сможет сразу покликать реальные устройства мы допускаем что много людей перейдет но это все он уже сможет даже просто скачать и такой личный вопрос а какой домашний процесс вы никогда не будете автоматизироваться дом это еще и отопление система отопления потому что дрова завязываете нет я сначала был пилемый котел а сейчас у меня газовый котел значит газовый котел фисман поэтому там насколько все автоматизировано что не надо в это то есть система отопления у меня работает автоматически автоматизировано без автоматизации я явно не лезу и это в принципе щиевато потому что у нас газовый газ там производит я думаю Александр спасибо за презентацию мне интересно вот у меня сейчас такой опытный вопрос я буду занимать автоматизацию квартиры и у меня есть готовое решение это долго но часто экономит время когда делаешь сам это дешево но уходит очень много времени на автоматизацию процессов на допиливание до настройки и так далее и вот с вторым я до сих пор не пришел с собой я времени скорость экономии автоматизации не вернул потому что мне система автоматизировала 20 градусов время затраченное на процесс понятно что интерес не 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 жалко это уже хорошо ну тяжело ответить на такой вопрос даже не знаю спасибо как то так спасибо давайте сразу увидим следующий вопрос спасибо спасибо спасибо